Здесь не три грации, 220. 40 из них – люберчанки. В округе прошел открытый турнир по художественной гимнастике среди спортсменок от 8 до 12 лет. Организатор соревнований – физкультурно-спортивное общество профсоюзов «Россия». Во дворце спорта «Триумф» побывала наша съемочная группа. Стать чемпионкой, потом тренером. Планы на спортивную карьеру у 8-летней Евгении Захаровой серьезные. Амбиции юной спортсменки легко подкрепляются ее достижениями. Выступление с обручем ей принесло первое место. Секрет успеха Женя видит в позитивном настрое. Делать все с радостью, с удовольствием и стараться не делать ошибок. Я уже давно занимаюсь, с трех лет, и она мне приносит радость. И я очень сильно люблю на гимнастике заниматься. Открытый турнир физкультурно-спортивного общества профсоюзов по художественной гимнастике состоял из групповых и индивидуальных выступлений. Юных гимнасток оценивали сразу четыре судейские группы. Одна бригада, которая смотрит элементы тела. То есть смотрит, как девочка делает повороты, равновесие, прыжки. Другая бригада смотрит работу предмета. Как она его бросает, как она его ловит. Третья бригада – артистики. Как девочка артистично двигается, соответственно, музыки. И четвертая бригада снимает ошибки. Упала, уронила, потеряла, ушла за площадку. В открытом турнире по художественной гимнастике приняли участие 220 юных гимнасток со всего Подмосковья. Люберецкий округ представили 40 спортсменок. Я вижу прогресс гимнастской. Я хочу сказать, потому что сейчас мы четыре раза в неделю тренируемся в триумфе, в прекрасном зале. Поэтому, конечно, прежде чем добиться какого-то результата, надо дать условия для работы. Вот то, что сейчас мы находимся в триумфе и тренируемся четыре раза в триумфе, конечно, оно даст свои последствия. В Люберцах художественной гимнастикой занимаются более 300 юных спортсменок. Занятия проходят в спортивной школе Олимпийского резерва и во дворце спорта «Триумф». Александр Колганов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова